Сегодня в нашей программе «Творческая мастерская» замечательный гость, народный артист России Александр Яковлевич Михайлов. Как актер в представлении он, казалось бы, не нуждается. В его арсенале полусотни ролей в театре, более 60 работ в кино, среди которых роли в фильмах «Очарованный странник» Полискову, «Мужики», «Одиноким предоставляется общежитие», «Смейлов». При этом такие картины, как «Любовь и голуби» не сходят с экрана уже больше 30 лет. Хотя уверена, большинство из нас настоящего Александра Михайлова не знает. Где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бежал из тюрьмы темной ночью, бродяга за правду страдал. И идти больше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал. За Байкалье, родина Александра Яковлевича, энергетически мощная земля, о которой, не стесняясь, говорит, там корневая его основа. Землянка, где родился, что в бурятском поселке, в 80 метрах от знаменитого на весь мир Цугульского дацана. Его землянку сейчас отреставрировали, восстановили, вручили ключи. Необыкновенные, говорит, ощущения. А у меня дома не было, у меня землянка была такая, полуземлянка. Ну, всего вот так вот на 2,5-3 метра. В детстве услышала деда. Запомни, люби Россию, а если понадобится, отдай за нее жизнь. Сердце отдай людям, душу Господу Богу, а честь сохрани себе. Конечно, он с юности романтик. Попал под обаяние книг Джека Лондона. Дважды сбегал из дома к мореходку. Чуть было не стал прожженным морским волком. Чуть не погиб в море. Дважды побывал на Северном полюсе и мечтает о Южном. Пишет книги. У меня предки старобрядцы, и я не изменяю им. Я внутренне все равно хожу крестным ходом по салону, а не калаврат. Как были мои предки до Никонянского раскола, как ходили они по салону, так по солнцу. Я и хожу тихонько, никому не навязывая, спускаюсь и иду немножко в обратную сторону. Это для того, что вот такой я был, так сказать. Ну а как я могу изменить, когда каждый год приезжаю к моим самым униженным, оскорбленным людям, которые со времен Екатерины II, Петра. Вот они все были семейские. Это не просто какие-то семейские. Изгнанные были из нажитых мест поселениями целыми, высылали под охраной. И они сюда шли, забайкали 6,5 лет, обрабатывали земли до Волги доходя, кормили охраной. То есть охранник умирал, расстреливался, уничтожал все поселения, все семьи. Поэтому старались беречь охрану. И так доходили до Урала. После Урала шли Западная Сибирь, потом Средняя, потом Восточная Сибирь. Вот там уже корни. И когда ты приезжаешь и видишь, что вот этот фундамент, где 16 спален только было, и понимаешь, что люди другой корневой основы. То, что уничтожается, то, что разрушается. А какой изгон был с 17-го года, когда смотришь, сколько же мытарства просто перенесли. Наши русские люди, как их рассеяли, какую красоту уничтожали. Звери вроде Троцких этих, Бронштейнов и Свердловых, Яков Михайлович с Лениным вместе, как они вытворяли, как они издевались над людьми. И сейчас заброшенными стоят городки и поселки на его родной Дальневосточной земле. Уничтожаются деревни, закрываются сельские школы, больницы. Крестьяне уходят с земли. Я не знаю, какое государство выжило бы после таких ограблений. Болит душа, поэтому и создали мы землячество три года назад. Поэтому и создали мы этот фестиваль, чтобы каким-то образом, маленьким-то шашочками, небольшими шашками, но защитить все-таки вот такое вот ограбление и такой дисбаланс в мире-то. Фестиваль — это международный забайкальский кинофестиваль в Чите. Все начинается с культуры, считает Михайлов. И душу можно воспитывать культурой, искусством. Хотя культуре пробиться к тем, кому она необходима, крайне сложно. Я снялся в фильме на военную тему под названием «Разжалованная». Это уже третий год. Очень не стыдно за эту картину. Она такая полукамерная. Там войны всего семь минут, максимум шесть с половиной. И картина очень трогательная, сильная, образная, такая притчеобразная. Ну вот, ни формат не выходит на экран третий год. И не видно, не слышно они ничего. И так много картин таких лежат. Очень много, очень много. А вот конфликт между ментами и бандитами. Вот сегодня вся эта уголовщина вылезла на поверхности. И считают, что это вот. Вот это и есть формат. Вот для них это формат. Это тупение нации. Шоу постоянно, шоу, шоу, шоу. Жратва, лекарства. Лечим мы что-то, калечим друг друга. А главное, мы жирем утра до вечера на экране просто. Вот известную белоэмигрантскую песню лишили имени автора. Авторство присвоил современный поп-звезда. Подлинный автор – неизвестный нам поручик Киселев. И вернуть песне имя означает уже вернуть часть живой истории. Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизну свою, повторяет Михайлов. А где-то ведь тройки проносятся к яру. Ну что загрустили мой юный корнет. За нашим бокалом сидят комиссары и девушек наших ведут в кабинет. Мне снится Арбат и знакомые лица. Шальные цыгане заходят во снах. Раздайте бокалы, поручи Голицын, Корнет Абалецкий. Налейте вина. Над доном угрюмым ведем эскадроны. На бой вдохновляет Россия страна. Поручи Голицын, раздайте патроны. Корнет Абалецкий надеть ордена. А воздух России прозрачен и синий. И горькая пыль деревенских дорог. Они за Россию, и мы за Россию. Корнет Абалецкий. Так с кем же наш бог? Русское солнце, великое солнце. Корабль-Иператор застыл, как стрела. Поручий Голицын, а может вернемся? Зачем нам поручик? Чужая земля. Поручий Голицын, а может вернемся? Зачем нам поручик? Чужая земля. Спасибо. Спасибо. Время-то без образа, поэтому нас с детских лет нушают. Давай, рви, давай, хапай, давай, переступай. Никаких нравственных вещей нет, а стыдей, речи не может быть. Что такое стыд? Ну, это такое эфемерное. Это божий камертон. Есть стыд или нет этого? Дано Господом или не дано? Сегодня это уничтожается, поэтому пропаганда однополой любви, поклонение желтому тельцу, валюте, рублю и золоту. Вот и все. Поэтому сегодня убить человек все равно, что высморкаться. Вот он так и видит по телевизору все эти вещи. Поэтому сын убивает мать, отец расслевает свою дочь. И все это вот оно, есть безобразие. Но, как сказано, это всегда было. Это было, есть и будет. И Содома, и Гамора было, и Лот был. И когда сказал Господь, говорит, накажу. И спрашивает Лот, говорит, а если 10% будет, 10% не накажу, но и 10% не наберешь. Вот и все, евангельские дела, они были. Они же были, действительно были. Поэтому все в мире повторяется. И, как мой батюшка сказал, всегда это было, есть и будет. Но чем больше безобразия будет, тем лучше. Господь не отдал дьяволу двух вещей, чувства меры и чувства стыда. И на безмерности и безстыдстве во все века, во все времена дьявол будет проигрывать. Если бы он дозировал вот эти страшные вещи, то человек бы стал, действительно, животным давно стал. А так как меры нет, вот хлынут и все. А если у тебя еще душа дышит и как-то так по-своему воспринимает мир, тебя с утра до вечера обливают помоями, грязью, сквернослойными и прочими непотребными делами. И поэтому, так как ты живой человек, и сейчас очень сильное пробуждение молодежи, оно есть. Это как бы сопротивление материала. Чем больше ты гнешь, тем больше сопротивляется. И поэтому захочется уже этому молодому человеку подышать воздух. Уходят они в тайгу, где создаются какие-то поселения уникальные. Я знаю их огромное количество сегодня поселений. Это не секты, как их стараются обвинить. А люди действительно уходят от этого маразма, от этого мегаполисов. И хотят, чтобы дети были здоровыми, росли на здоровых продукциях. Поэтому и уже мыслят они немножко по-другому. Что не надо царствовать над природой, быть частью природы, любить природу. Значит, любя природу, ты любишь и себя, и близких своих. Это уже у тебя просыпается не зверинный инстинкт, а человеческий инстинкт. Где преобладать будет стыд, совесть, где нравственность будет, где не захочется скверно словить. Сам Александр Яковлевич следует завету святого Серафима Осаровского. Создай вокруг себя, спасешься ты, спасутся ближние твои. Поэтому я набрал курс 25 человек 4 года назад. В прошлом году я их выпустил. И в прошлом году в осень я набрал еще один курс. Сейчас вот они уже у меня первокурсники. В основе ребята, вот, стараюсь им как-то внушить вот эту идею. Я говорю, я никакой не педагог, не ахти какой педагог. У меня нет педагогического, может быть, таланта. У меня нет определенной какой-то системы воспитания, актерского мастерства в школы. Ну, нет, сам провинциальный актер и заканчивал театральный институт в Владивостоке, театральный факультет Института Искусства. О какой школе может быть идти речь? Но, так сказать, уговорили меня Баталов, Алексей Владимирович и Владимир Сергеевич Малышев, ректор, говорит, ну, нужны такие вот нам для воспитания, ребят нужны такие вот, вроде личности, как они громко выразились. Рискну, до сих пор не убежден, мое ли это дело и надо ли мне. Но я ребятам сказал, я всю правду выложил, рассказал, что такое наша профессия, какая она зависимая и патологически зависима от всех, от всякого. А сегодня она зависима от финансистов, от толстосумов, бездарных людей в основном, где пичкают наших ребят и зрителей морем крови и горами трупов. Убить человека все равно, что высморкаться, поэтому вот это. И вот я им сказал тогда, что, что бы ни было, как бы ни было, единственная моя функция – сохранить вашу корневую основу. Сохранить корневую основу – это моя сверхзадача. Чтоб вы не плевали в прошлое, чтоб вы не стали манкуртами людей без памяти, чтобы вы не были винтиками в этом огромном мире, а были личностями, самостоятельными личностями, крепко стояли на ногах. Ну, вышло так, что они стоят-то стоят, но они на сегодняшний день, у меня такое ощущение, что они оказались немножко белыми воронами. Они никуда не могут их прикнуть, и у них свои какие-то принципы. Не у всех, правда, но у большинства ребят, которых я очень рад, и думаю, все-таки их время наступит, и они скажут свое слово. Это ребята принципиальные и интересные ребята. Это не потерянное поколение? Нет, 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 это не потерянное. И мастер-класс у меня определенных тоже людей прихожу, и они, Пупкин, Чучкин какой-нибудь, Боря Моисеева, придут. Нормальные ребята приходят, которые серьезно задумываются о том, ради чего ты живешь, и вообще место твое в этом мире. Поэтому вот какие-то такие вещи, может, это очень громко я сейчас выражаюсь, громкие слова, но для меня они имеют значение, и я не стыжусь и говорю совершенно, где бы я ни был, что бы я делал, я стараюсь как-то себе, по крайней мере, не изменять. Нет достойных предложений киноролей, вышел на сцену с гитарой, исполняет песни, что пела мама, добрые, лирические, незаслуженно забытые. У меня впереди идет роман с Гори-Гори «Моя звезда», а связано это с Колчаком. У Колчака любимый роман и отношения между Анной Васильевной и Александром Васильевичем, но вот тоже очень интересно. Звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, других не будет никогда. Сойдет ли ночь на землю ясная, звезд много плещет в небесах, Но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах. Но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах. Звезда надежды, благодатная, звезда моих волшебных дней. Ты будешь вечно незакатная в душе тоскующей моей. Ты будешь вечно незакатная в душе тоскующей моей. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою, гори, гори, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою, гори, сияй, моя звезда. Я уже не говорю о романцах. Я действительно очень люблю белгвардейские романцы. У меня есть очень большой цикл. Старославянские романцы 19 века. Ну и не стал манкуртом тоже, бросая свои помыслы туда, в мою Русь. Что такое улица? Это не просто улица, но слово улицы. Откуда оно произошло? Да потому что строили дома лицом друг к другу, а между ними пространство. Поэтому называлось улица, улица друг к другу. Вот и что такое борода? Никто не знает, что такое борода. Борода, борода и борода, борода. А это целый дар был. Вначале он назывался оклад, потом перешел в иконопись оклад. Потом называлось отечество. Борода называлась отечество от отца перешедшее. Это в связи с географическим положением, в связи с суровым климатом. Борода спасала, бородатые были, росли бороды. Это потрясающе. А переводится очень просто. Богом роду дано. Борода. Вот это название такое. И когда копаешь вот такие вещи, каждое слово, начинаешь понимать такую вещь, такие образы рождаются. Поэтому эти слои сегодня, может быть, и откроются, и найдется в библиотеке Ивана Грозная. Все это будет. Сегодня очень много открытий, очень много открытий. История переворачивается. Свет людям нужен, свет нужен. Оно заложено и в истории заложено. Это просветление. Такое просветление, какой красоты. В одеждах, в орнаментах. Мне там интересно. Мне интересно все, что связано с прошлой историей. Сегодня столько открытий, столько откровен. Уж не говорю сейчас о Баркаиме, который в 16-м тысячелетии до пирамид Хеопса уже наши предки плавили. Металл там, чугун плавили. Так сказать, уже об этом говорили. Целая была культура огромная. О чем мы говорим? Почему мы? О чем на четвереньках стояли, что ли? А я выхожу один на один. Особенно я люблю выступать среди сибиряков. То есть не в севере, на Дальнем Востоке. Сейчас в Таллине меня потрясающе принимали. А у меня простая. У меня три микрофона. Один настольный, два журавля под гитару. И самое главное, чтобы был подсвечник, свечка и спичка. Разжигая свечи, она создает вот этот мосточек между зрителями. И три с половиной часа, в среднем три часа. Ну там русские, русскоязычные? Да, русскоязычные. Вот недавно было. Ну, просто, просто до слез. Я и два, раза три, и два у меня спазм такой становился. Оставался от того, как люди воспринимают, Это как вставали они на этих песнях моих. И поэтому до сих пор еще прийти от себя не могу. Поэтому они умоляют просто еще приехать. И вся Прибалтская сейчас вот, кстати, и Латвия, и Литва. Сейчас в Эстонию, в Таллине, и такие вот вечера мне интересны. Даже места нам нет, в ошалевшей от крови России. И Господь нас не слышит, зови, не зови. Даже места нам нет, в ошалевшей от крови России. И Господь нас не слышит, зови, не зови. Вот уж год мы не спим, под мундирами прячем обиду. Ждем холопскую пулю пониже петлиц. Вот уж год, как Тобольск, отзвонил по царю панихиду. И предали анафеме души убийц. Им не Бог и не царь, им не боль и не совесть. Все им тюрьмы долой, да пожар, да небес. Отступать дальше некуда. Сзади Японское море. Здесь кончается наша Россия. Сейчас небес в Красном Питере рвется, Бесится белая вьюга. Белые не под тенью московских церквей. В белом небе нет радости, нет испуга. Только скорбь Божьей Матери по России моей. Все теперь против нас, будто мы и креста не носили. Словно аспиды мы басурманской крови. Даже места нам нет, в ошалевшей от крови России. И Господь нас не слышит. Зови, не зови. Как сказал Познер Владимир Владимирович, как говорит, патриотизм – это убежище для негодяев. Но при этом они выбрасывают одно слово. Патриотизм – убежище даже для негодяев. И меняется смысл. Я уж не говорю о том авторе, который высказал эту идею. А вот Пушкин был патриот и не стеснялся своей русскости. Я уж не говорю, князь Багратион, грузин был, не стеснялся своей русскости. Я уж не говорю про Менделеева, Ломоносова. Они знали, что за честь было служить своей Родине, своему Отечеству. Ориентируй меня эти люди. Будут всегда. Мы посмотрим, будем смотреть, что будет дальше. А дальше все равно будут просветления. Все равно Россия выживет. Мы не с таких передряд выходили и будем выходить. А до седьмого колена будут судить. А совершал ты добро, если ты сделал что-то такое, отдал людям себя всего ради будущего своих поколений. Может быть, и сторицей воздастся тебе. Я очень люблю Россию. Очень люблю ее. Поэтому, когда оскорбляют, для меня это острый нож просто. Как вот сказано в одном стихотворении. В степи, покрытой пылью бренной, Сидел и плакал человек. А мимо шел Творец Вселенной, Остановившись он из рек. Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу. Я знаю много слов заветных, Я есмь твой Бог, я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедой ты томим. И человек сказал, я русский. И Бог заплакал вместе с ним. Это все. Вся история. Это чьи здесь? Это Николай Зиновьев. Субтитры создавал DimaTorzok